Начинается новая эра, потому что мы запускаем ядро. Три, два, один, мы можем приступить к созданию нечто. И это нечто называется хаотический стабилизатор. Взрыв неизбежен? Нет! 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 В смысле неизбежен? Эээ... Чёрт. Спасаемся свои вещи. Да, реактор дракона прямо перед нами, но он не запустится просто словами. Нужно туда засунуть пару вещей и станет тогда в разы потеплей. Сейчас у ядра градусов 20. Вот бы тут лайков 1120! Под роликом имею ввиду, да, под роликом. Всем привет, дорогие друзья! Я Лоу Ложка, это Эволюция! Поехали! Ну что же, всем привет, дорогие друзья! Я Лоу Ложка и добро пожаловать в Эволюцию! Да, мы это сделали, мы это построили! Огромный реактор ядро дракона! Но в данный момент оно не запущено. Там-там-там... Температура всего 20 градусов по Цельсию. И нам надо добиться двух-трёх тысяч. Мы, конечно же, это всё сделаем, но... Надеюсь, вы помните пьедестал для тыкв. Здесь может уместиться 13 штуковин, и это все тыквы, которые мы можем собрать. И, внимание-внимание, самое редкое, это золотистая. То есть, если я хочу сделать тыкву Крипера, то она крафтится. Тыква Смотрителя, она крафтится. Тыква Скелета тоже создаётся. Ну а золотистая никаким образом не делается, и её можно только найти. Огромное спасибо комментатору под ником Черешня. Он написал то, что эта самая золотистая тыква находится в юге. Так, по идее, это то самое измерение, где мы уже бывали. Но у меня так много порталов, что... Опа! Нашёл. Телепортируемся. Ааа, чёрт возьми! Я уже и забыл какое-то яркое измерение. Так, ладно, тыквы, 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 тыквы. Эй! Может быть, вы всё-таки заспавнитесь? Может быть, эта тыква с кого-то падает? Может быть, её надо выторговать? Либо она спавнится вообще в пещерах? Я ничего не знаю, правда. Но раз уж я собрался заполнить этот пьедестал, мы обязательно это сделаем. Так, опа! Та-ра-да-дам, та-да-м. Золотистая тыква, да ладно! Её, кстати, переделать нельзя. Даже две штуковины попалась! Ну-ка, если я просто полечу дальше, могу ли я встретить? Да, я вполне себе могу встретить ещё две тыквы. По всей видимости, они спавнятся парами. Ну что? Наконец-то у нас есть то, что не крафтится! Теперь телепортируемся к порталу. Ой, погоди. У нас нету портала, серьёзно? Золоти... А, во, золотистый портал. Господи, какой придурок так назвал? Поставим куда-нибудь в самый конец, И если все тыквы издают звуки, то это не издаёт звуки. Мда. Фух, ну ачивка есть ачивкой. Мне остаётся ещё тыкву Эндера поместить, тыкву Фроста. Погоди, что? Тыква Фроста? Ледяные камни, серьёзно? Ооо, понятно. Надо убивать морозов. А морозы у нас находятся в том измерении. В том самом, в котором я уже не был давным-давно. Ну ладно, телепортируемся. Первый подопытный найден, убиваем и получаем осколки. Осколки, которые можно по идее переделать, да? Да, всё верно. Так, получается мне надо 8. 8 мы умножаем на 9. Это сколько? 72. 72 осколка. Хорошо, поехали. Фух, тадам, всё готово. Тыква Фроста. Далее у нас идёт тыква Гаста, тыква Глакона. Ой, да ладно, это те же самые осколки, серьёзно. Тыква Гаста это слеза. Что ж, без проблем, сейчас всё создадим. Ну-ка, какие звуки ты издаёшь? Эм, по-моему, зомби или скелета куда интереснее звуки. Ну ладно, дело вкуса. Тыква Гаста, привет! Тыква Глакона, здравствуй! Тыква Смотрителя, проходите! И тыква Эндера, милости прошу! Пока что это мой максимум, да, больше я создать не могу, потому что всё остальное требует каких-то редких ингредиентов, например, какие-то осколки джунглей. Раз, два, три, четы... Стоп, что? А, господи, я тупица тупая! Смотрите, что я сделал! Тыква Гаста дважды используется! Не-не-не-не-не, простите, извините, но вам придётся уйти. До свидания. Остаётся два паука, это джунгли и ад. Ну-ка, проверим. Да, те самые осколки джунглей. Короче говоря, это надо убивать вот таких пауков. Либо... Что? Летучая мышь? Чего нафиг? Первый раз такое вижу. Рррр! Чё-то я слишком много времени уделил тыквам. Пора! Ребята, пора запустить ядро! И на самом деле всё это время у меня копилась энергия, которая в любом случае понадобилась бы. Ого! Шесть миллиардов накопилось! Со всей ёмкости это ноль целых? Двести восемьдесят три тысячные! Капец, как это мало! Так, по идее, прямо сейчас вот эту панель надо убрать, потому что вся энергия сюда идёт как раз от панели. Вот видите, сто тридцать одна тысяча, а здесь у нас сто тридцать одна тысяча. Спасибо тебе большое за шесть миллиардов! Убираем. Это мы тоже убираем. Кристалл переставляем сюда, и после этого соединяем с щитом, который будет защищать ядро от взрыва. Здесь у нас режим вход-выхода отдавать, и нам нужно принимать. То есть вот сюда. Гениальное просто! Ну-ка, я всё правильно сделал, да? А, погоди, нет, надо же ещё нажать на заряжен. Начинается новая эра! Потому что мы запускаем ядро! Три, два, один, поехали! О, боже, 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 боже! Статус заряжается. Сила сдерживающего поля, да, она повышается. Ну-ка. Синий оттенок вроде бы увеличивается. Да, смотрите! Прям реально появляется защитное поле синее. Ага, поле у нас стало 50%, и это как бы нормально. Далее проверяем, что у нас здесь? Насыщение энергии пошло. О, да, это финальный этап. Стоп, а подожди, а это что такое за кнопки? Режим редстоуна. Настройте выход компаратора для этого... Чиго? А это что такое? После включения, когда температура упадёт до двух с половиной тысяч, а насыщение достигнет 99%, реактор автоматически начнёт выключаться. Это можно использовать для автоматического выключения реактора в случае неисправности Или непреобходимости заправки его топливом. Так, подожди, я нажал. Ээээ... Нет, знаешь, я пока что ничего нажимать не буду, потому что... Ну, типа, нафига это надо, да? Зарядочка всё ещё идёт, статус заряжается написанным. И у нас тут уже 40%. Я не знаю, надо 50 или 100%, но мы всё ещё ждём. 50%. И в итоге температура начала расти. Достигла 2000, и у нас появилась кнопка «Включён». Ооо, мы можем нажать! Но знаете, что мне стало интересно? Вот здесь температура ядра 2000 цельсия, да? А сколько у настоящего солнца? Привет, Сири. Я на месте. Да-да-да-да, здорово. Короче, скажи, пожалуйста, сколько температура у солнца? Ядро, самая горячая часть солнца. Температура в ядре составляет 15 миллионов. Э! 15 миллионов? Нифига себе. Не, ну так-то да, многовато. До 15 миллионов мне ещё долго. У нас скорее ядро взорвётся, чем я достигну такой температуры. Что ж, нажимаем на включён. Блин, и вот сейчас самый опасный момент, потому что я боюсь. Типа, мало ли я что-то сделал не так. Давайте проверим. Здесь 500 тысяч. Далее здесь 200 тысяч, даже 250 тысяч. То есть вот эта штуковина, это единственное, что может спасти моё ядро. Если этого поля не будет, то, ну типа кранты. Бум. Окей, нажимаем. Три, два, один. Поехали. Статус включён. Ооо, нифига себе. Поле только растёт, смотрите. Это даже круто. Температура ядра продолжает расти. Я не знаю, на каком моменте произойдёт взрыв, но пока что вроде бы всё нормально. 5 тысяч это... Окей. Проверяем, что у нас здесь. Передача 250 тысяч у нас создаётся. Ни хрена себе. Обалдеть. Как же много. Чтобы вы понимали, мы сможем вырабатывать ещё больше. Но для этого надо, чтобы вот здесь энергия продолжала копиться. А она пока что падает. Если сейчас насыщение упадёт, то это плохо. Знаете, мне можно кое-что сделать. Я думаю, то, что щиты можно убрать. Ну, то есть, не прям, чтобы убрать, а вот сделать примерно 200 тысяч. Так. Энергия для сдерживающего поля начала падать. Здесь у нас проценты начали падать. И энергия... Смотрите, она постепенно замедляется в плане падения. Значит, скоро пойдёт рост. Особенно рост пойдёт тогда, когда температура достигнет, ну, допустим, 7 тысяч. Я думаю, то, что достигнет. Надо же во что-то верить. Так, насыщение всё ещё падает. Сила всё ещё падает. Что ж, подождём. Давайте трррррррррррркнем. Сила упала до 44%. Насыщение продолжает падать. А температура продолжает расти. Уже дошло выше отметки 7 тысяч. Но самое главное, это последняя полоска, о которой я даже ни разу не сказал. Количество преобразованного топлива. Смотрите, 4,9 из 10 тысяч. Но, как же это преобразованное топливо достать? Да всё просто. Надо будет потом вырубить этот реактор и потом достать. Ручками. Ага. Сила сдерживающего поля у нас 42%. По идее, нормально если будет где-то 25%, поэтому мы ещё уменьшаем щиты, представляете? Сделаем примерно 170 тысяч сохранить. Фух, сейчас, конечно, рискованные методы. Но силу в любом случае нужно сбросить. А ещё нужно следить за звуком. Типа, если звук у ядра поменяется, значит это не есть хорошо. С момента предыдущей фразы прошло примерно 5 минут, и смотрите. Смотрите, сила поля стала 32%. Прямо сейчас у нас даже насыщение энергии почти остановилось, это круто. Я узнал то, что оказывается пусть оно лучше падает, а не растёт. Опа, оно расти начало! Что? Прямо на глазах, смотрите. Так, 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 это означает то, что нужно кое-что поднимать. Нам надо вырабатывать чуть больше энергии, допустим, 550 тысяч. Температура ядра сразу же начала дико-дико расти, а вот сила и насыщение дико падать. Знаете, что мне не нравится? Это то, что температура почти достигла 8 тысяч градусов. Типа, 8 тысяч это же, по идее, взрыв уже, нет? Ребят? Ребят? Чё-то мне не нравится, потому что полосочка уже прям на экстремальном уровне. А-а-а! Оно перешло отметку 8 тысяч! Что мне делать-то? Я-я-я не понимаю, может быть мне как-то мощность снизить? Что-то я заигрался слишком. Ладно, на всякий случай, ещё немножко подожду и... Трррррррррррррррррррррррррррррррр. Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Сила начала слишком стремительно падать, смотрите! Фак! Фак! У меня сейчас взрыв будет! Сейчас будет взрыв! Сейчас будет взрыв! Нет! 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 Срочно! Сохранить! Всё! Меньше-меньше-меньше-меньше! Температура, падай, падай, падай. Охренеть, как я это вовремя заметил. Если бы прямо сейчас я отлетел домой и начал заниматься своими делами, то мне бы был кранты. Вы видите, да? Буквально за несколько секунд сила упала с 21% до 19. За несколько секунд. То есть я бы на полминуты тупо отлетел, и был бы взрыв. У меня сейчас реально просто было грёбаные полминуты на то, чтобы спасти ситуацию. Какой же я психопат! Ну нафиг, больше я не буду ставить так много. Температура пусть постепенно падает. Так, нет, она слишком дико начала падать. Мы сейчас поставим, допустим, 530 тысяч, а не 550. Ооо, идеально! Температура тупо не двигается. То есть она вот прям на чуть-чуть дёргается буквально раз в 10 секунд. Я говорю эту фразу, и пока что ничего не поменялось. Всё, ещё ничего не поменялось. И во, она чуть-чуть упала. Тут, конечно же, самое главное, это количество преобразованного топлива. Пусть делается, и трогать мы это пока что не будем. Насыщение постепенно начало расти, а самое главное ускоряться. Я так подумал, давайте всё-таки включим отказоустойчивость. Если насыщение достигнет 99%, реактор автоматически начнёт выключаться. Это то, что надо, потому что, если тут будет перенасыщение, бум. А нам бум, как вы помните, не нужен. Ну-ка, что у нас здесь? 360 тысяч РФ затик. Вот это я понимаю. Вот это выработка. Правда, знаете, что мне прямо сейчас нужно будет сделать? Не поверите, но уничтожить всё это. Да-да-да. Уничтожаем, убиваем. Все эти инжекторы, которые когда-то находились здесь, мы будем перетаскивать ближе к ядру. Потому что эти инжекторы будут запитываться от ядра. Вау, я так привык видеть здесь много инжекторов, что даже непривычно. Такая пустая крыша. Жесть. Короче, берём звёздный топор, рубим жакаранду и начинаем строить. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok О-да. Идеальная система создана. И вот они все линии. Прямо сейчас из этих двух кристаллов передаётся всё сюда. Инжекторы будут запитываться, но только тогда, когда мы сюда положим какие-то предметы. Так, а что бы мне, кстати, сделать? А давайте пробуждённые слитки дракона. Почему бы и нет? Так, пока что старт не запущен. Надо, по-моему, вот это убрать. И да! Но погодите, погодите! Вот эти инжекторы-то не запитываются. Надо тогда ещё два кристалла поставить. Сделать так, чтобы они принимали. Вот так вот. А потом это всё подрубить к другому кристаллу. Так, я не знаю, будет дотягиваться или нет, но протестируем. О-о-о! Чтооо! Дотягивается! Чё, серьёзно? Прикольно! Что ж, тогда мы можем нажать на старт и... Е... Е... Это было... Это было не просто быстро, ребят. Это было моментально. Знаете, сколько это стоит? Это стоит 350 миллионов энергии. Только что эти 350 миллионов энергии зарядились... Ну, не знаю, секунду за две, три... Офигеть! Нет, серьёзно, я в шоке! Как же это быстро! Так, давайте ещё вот этот кристалл, кстати говоря, подрубим. Вот таким вот образом. Я немного тупанул, когда от этого кристалла вёл по одной линии вот к этому, потом по одной линии вот к этому, когда мог просто их все соединить и потом одну линию провести к этому кристаллу. Ну, да. Тупанул так тупанул, но какая разница? Всё равно работает. Давайте попробуем ещё раз, но на этот раз, монтажёр, засеките, пожалуйста, таймер, как только я нажму на старт. Давай, вот прямо здесь его размести. Сейчас у нас 0 секунд и... Поехали! Та-та-та-та-та-та-та-та! Я не знаю, сколько в итоге вышло, но вы видите перед собой результат. По-моему, там где-то 3-4 секунды, да? Я прав? А теперь, внимание-внимание! Когда работает реактор и запитывается ядро, мы можем приступить к созданию нечто. И это нечто называется хаотический стабилизатор. Создаётся с помощью того же самого реактора, который у нас сейчас работает, и, блин, осколков, которые вырабатываются с помощью этого же реактора. То есть вот это преобразованное топливо, это и есть тот самый хаос. Но 38,9 это пока что мало. Сразу намотаем себе на ус. Понадобится заряженный обсидиан, далее 5 миллиардов энергии. Кстати, как раз посмотрим, насколько быстро это всё зарядится. Короче, 4 пробуждённых слитка и 3 драконевых. Вроде бы я ничего не путаю, всё это кладём, и вот это убираем. Ну-ка. Да! Там надо полмиллиарда энергии, проверим, как это быстро. Да это просто моментально, боже, я реально в шоке! Стоп, что? Не понял? Hello? Что за бред? Почему перестала соединяться? Почему перестала идти энергия? 85%? Непонятно. Эм, здесь вроде бы всё соединяется. А, смотрите, это не запитывается, что? Но оно же соединено, вот! И энергия сюда переходит. А-а-а! Режим входа отдавать! А нам надо, чтобы было принимать! Вот так вот-а! Всё-всё-всё, запитывается нормально! И-и-и-и! Бабам! Остаются считанные миллисекунды! Да! Ядро драконьевого реактора! Мы можем поставить его куда-нибудь сюда, наверное! Вот как-нибудь, вот так-у-то! Так, наверное, я зря это сделал! Ну и да, получается всё, что мне нужно, это осколок хаоса! Хотя, погодите! Мы можем пока что, раз уж у нас нету хаоса, сделать это! Ожижитель хаоса! Я не знаю, что это такое, но звучит прикольно! Только здесь ещё нужен какой-то контейнер, который делается из ведра и заряженного обсидиана! Серьёзно! Окей, сейчас! И всё-таки реально, что такое ожижитель хаоса? Это прям, я не знаю, очень интересно звучит! Так, раз, два, три, четыре! И всё, да? Старт! Зарядочка идёт! Не то, чтобы быстро, а максимально быстро! Там-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам! Спасибо! И в этот контейнер можно что-то даже разместить! Стоп, что? У меня что-то только что запиталось? What the fuck? Хранящийся хаос 0 из 1000! Заряд счета 2 миллиона из 2 миллионов! Чё? Ну ладно, спасибо! Теперь мы обратно запихиваем всё в инжектор и проверяем, что ещё надо! А нам надо только генератор! Пф! Ну это у меня точно найдётся! Учитывая то, как он крафтится, вообще не проблема! Ставим, нажимаем на старт где надо я не знаю! Но в любом случае это уже не важно, потому что запиталось! Всего 2 ядра крутятся! Иии... Бум! Здравствуйте, ажижитель! Что вы умеете? Эм... Поставлю, допустим, вот сюда! Ааа! Ты посмотри-ка! Мы можем сюда разместить хаос! Прямо конкретно осколки! Но у меня этого нет! Блин! О! Интересно! А я отсюда каким-то образом могу вытаскивать хаос? Типа, чтобы не вырубать ядро и чтобы это автоматически переходило сюда! Давайте как мы сделаем? Поставим сюда... Ааа! Что я сделал? Ой! Ой! Ааа! Ааа! Нет! Взрыв неизбежен! Нет! 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 В смысле неизбежен? В смысле неизбежен! В смысле неизбежен? Нет! Я не хочу! Нет! Это не может быть! Ааа... Чёрт! Спасаемся свои вещи! Фак! Фак! Что мне делать? Что мне делать? В смысле неизбежен? Я не хотел ничего ставить Я не хотел, я правда не хотел Я не думал, что это будет Валим отсюда, нахер, валим, валим, просто валим Это звездецкий звездец Взрыв Мать его Неизбежен Да ты чё? Да ну нет Если я сейчас туда полечу, то я увижу Я увижу Пока что всё нормально Ох, чёрт возьми Никогда, ребята, не ставьте Аж жители хаоса, никогда Смотрите, а сейчас всё нормально Пока что Пока что не было взрыва, да То есть написано, что взрыв неизбежен, но пока что его не было Короче Нет, нет Валим, просто сохранить и выйти Прямо сейчас перед нами бэкап Эволюция 2.0 Я не знаю, что в этом сохранении Я не знаю, на каком этапе там всё остановилось Но мы давайте прямо сейчас туда зайдём Происходит загрузка Загрузка завершена О, не, да ладно Да вы чё? У меня тут нет этой системы по инжекторам Да вы чего? Ах, и придётся всё заново восстанавливать Раз, два, три ПИИП Та-дам, спасибо большое за ожидание Всё восстановлено И даже ажижитель хаоса у меня Что ж, ставить его вот сюда вплотную нельзя Это мы уже поняли Но, вполне реально то, что это не работает Знаете почему? Потому что когда мы сюда подрубаем ожижитель Вот этот весь хаос переходит в данный блок В итоге происходит какой-то дикий перепад Чего-то там, я не знаю И температура повышается до максимума Ладно, не буду ходить вокруг да около Просто скажу Есть такая догадка, то что нужно полностью отрубить ядро Далее подрубить ожижитель И только после этого ядро включить То есть оно вот так вот постепенно Будет всё передавать вот сюда И как бы... Я, кстати, опять так и не понял зачем Ну-ка проверим Что мы из этого получаем? Энергию? Сколько энергии? Два, ноль, ноль Чего? Это же дофига Ну-ка, ребят, вы понимаете сколько это? Ааа, два миллиарда Понял Наконец-то я дождался этого И статус поменялся на охлаждение То есть сейчас, по идее, вся сила тратится на то, чтобы Температура падала, падала, падала Само ядро, наверное, уже можно безболезненно поломать Но что будет, если я прямо сейчас всё-таки поставлю ожижитель? Ничего не будет, смотрите Офигеть Так, подожди, а если этой стороной тоже ничего не будет? Ема Но моя теория всё-таки не верна Количество преобразованного топлива от этого не переходит сюда Жалко Эх, реактор, реактор В какой-то степени зря я тебя разряжал Но Кое-что я всё-таки хочу проверить Слышите, да? Ооо Вырубается Сейчас я хочу хаос попробовать достать Всё Но, несмотря на то, что ядро полностью отрубилось Мы не можем просто взять и достать хаос Смотрите Оно же всё ещё остывает Давай, 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 давай Чуть-чуть осталось Наконец-то Вот оно крошечный осколок хаоса подожди что серьезно это это за все время это все что я получил да ну на господи за все время а боже мой я в шоке ладно пусть она короче говоря работает пусть она заряжается на этом я тогда буду постепенно заканчивать стабилизированное ядро хаоса мы сделаем уже в следующей серии и наконец-то создадим хаос броню надеюсь то что на этом выпуске соберется много лайков у нас чуть не произошел взрыв черт подери но до этого мы может быть даже еще дойдем хотя я так и не понял делать мне этот взрыв или нет ну типа мы его уже видели вроде как в любом случае если здесь привык вы можете поставить лайк позвать друзей а с вами были лололожка и ваша подписка всем удачи всем пока 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 пока